Накануне Челябинск посетил Верховный Муфти России Талгат Хаджи Хазрат Таджуддин. В резиденции губернатора Челябинской области он встретился с митрополитом Челябинским и Златоустовским Феофаном и вице-губернатором Николаем Сандаковым. Лидеры обсудили в том числе и подписанное на днях соглашение о сотрудничестве между Центральным Духовным Управлением Мусульман России и Уральским Федеральным Округом. Здесь проживают дурак в мире и согласии. Последователи традиционной конфессии православия, ислама и народы сознают свою ответственность и перед Богом, и перед отчизной. Мы рады этому. И огромная роль здесь именно руководители организации традиционной конфессии. В этот же день прошел круглый стол. Он был приурочен к 225-летию Центрального Духовного Управления Мусульман России. В заключении встречи митрополит Феофан подписал договор о стратегическом партнерстве с Челябинским государственным университетом. Аналогичное соглашение ректор Челгу Шатин подписал с Ренатом Раевым, председателем Духовного Управления Мусульман Челябинской и Курганской областей. Владыка Феофан отметил важность договора, ведь речь в нем идет о подготовке профессиональных религиоведов и теологов. По словам Владыки, специалисты такой квалификации окажутся востребованы как в региональных органах власти, отвечающих за взаимодействие с религиозными организациями, так и в религиозных структурах. Для того, чтобы представлять и разбираться и в госорганах, они могут также пойти работать, потом окончивать теологический факультет, и в религиозные организации. Еще раз повторяю, если кто-нибудь из юношей или девушек сомневается, это большое поле деятельности, очень важное, нужное и своевременное. Поэтому теологический факультет – это не выдумка, это ответ на вызовы нашего времени. Митрополит Феофан добавил, что в обществе немало проблем, для решения которых государству требуется поддержка религиозных организаций. Это алкоголизм и наркомания, помощь вдовам и сиротам, социальная реабилитация заключенных, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения.